Пресненский суд с Москвы заключил под стражу на два месяца Бориса Грица, который накануне ранил ножом ведущую эхо Москвы Татьяну Фельгенгауэр. Если нападавшего признают вменяемым, он может надолго сесть за решетку, ему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сама журналистка сейчас в реанимации, состояние стабильно тяжелое, но прогноз оптимистичный. Обо всем подробнее Дмитрий Кулько. Борис Гриц в зале суда делает вид, что никого не замечает. Смотрит в одну точку, лицо не прячет, но все же выглядит растерянным. Общаться со следователем он отказался и на вопросы журналистов отвечать тоже не захотел. Борис, вы были знакомы с радиоведущей? Задержанный улыбается лишь, когда его спрашивают, не утратил ли он ту самую телепатическую связь со своей жертвой, которая, по словам Грица, его мучила настолько, что он напал на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. После его рассказа правоохранители стали подозревать мужчину в том, что он невменяем. Задержанного ждет психиатрическая экспертиза. Сегодня суд поддержал ходатайство следствия и отправил Грица под арест на два месяца. Суд постановил избрать в отношении Грица Бориса Юрьевича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения и заключения под стражу. Установить срок действия меры пресечения до 23 декабря 2017 года. По словам адвоката, Борис Грит запретил своей защите обжаловать арест. Он признал вину лишь частично, заявив, что нанести травмы журналистке собирался, но убивать не хотел. Сегодня появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, где видно, как нападавший действует в офисе радиостанции вполне расчетливо. Протягивает охраннику стопку бумаг, затем брызгает ему в лицо газовым баллончиком и пролезает под турникетом. Через несколько минут он ударит ножом в шею журналистку. Татьяна Фельгенгауэр утром пришла в себя и передала через коллег письмо о своем самочувствии, написанное от руки. Всю ночь она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Все, все, все. Спасибо за поддержку и любовь. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами. Обнимемся. Пострадавшую перевели в послеоперационную палату. Ее состояние врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет. И исход лечения, по мнению медиков, благоприятный. Операция, которая вчера была проведена, она завершилась. Все было проведено успешно. И тот объем операций, который мы собирались сделать, хирурги сделали. Вот, соответственно, все те проблемы, которые связаны с ранением, они были устранены. Находится в стабильном тяжелом состоянии. Но это то тяжелое состояние, которое должно быть при таком повреждении. Оно в сознании находится. Голосовские у нее не повреждены. Тем временем следователи продолжают работать с материалами интернет-дневника, который нападавший вел последние пять лет. В них он описывает телепатическое преследование со стороны журналистки и доходит до угроз в ее адрес. Но самой Татьяне никаких писем Гритц не отправлял. Мать пострадавшей в эфире «Эхо Москвы» сегодня говорила, что впервые узнала о том, что кто-то мог желать зла ее дочери. Никто никогда ничего ей не угрожал. Были случаи, когда были какие-то навязчивые поклонники с букетами. Такое было. Но чтобы кто-то преследовал, этого не было. Те, кто был знаком с Борисом Гритцем, который последнее время жил в Израиле, замечали за ним неадекватное поведение и его странные сообщения в соцсетях. Но особого значения этому не придавали. Считай это безобидным бредом сумасшедшего. Следственный комитет запросит у Израиля медицинскую документацию о задержанном, чтобы выяснить, не страдал ли он каким-либо психическим расстройством. Следствие предъявило Борису Гритцу обвинение по статье «Покушение на убийство». Если нападавшего признают вменяемым, ему грозит до 11 лет тюрьмы. Дмитрий Кулько, Александр Аненков и Виктор Аверин. Первый канал. Москва.